Полезный город Полезный город В общем весьма и весьма внушительная география Охватываете вы практически большую часть территории страны Да, большую часть территории страны она охватывает Ну в основных, так сказать, развитых достаточно промышленных центрах У нас, правда, кировский филиал не в особенно развитом центре Но, по крайней мере, мы работаем, работаем успешно И в том числе работаем в других регионах Много работаем в КОМИ Много работаем в Нижегородской области По предприятиям Горьковской дороги, Железной Но я потом об этом более подробно скажу Теперь основные направления деятельности Мы в названии промтехбезопасность Промышленная и техническая безопасность Чем занимаемся? Вопросами промышленной безопасности Пожарной безопасности Экологической безопасности Ядерная и рационная безопасность Анализы санкорисков Проектно-изыскательские работы И безопасность гидротехнических сооружений Но это все чрезвычайно серьезные, безусловно, сферы Прямую, от которых зависят судьбы жизни Тысячи, десятков тысяч людей, безусловно Ну вот, если по основному направлению деятельность То, что касается вопросов наших партнеров Вот наши заказчики, с которыми успешно работаем Это РКК-энергия То, что в космос летает НПО Хруничево, которое двигатели делают В том числе и для наших зарубежных партнеров Министерство обороны Российской Федерации Мы на объектах ракетных войск стратегического назначения Работаем уже лет 5 или 6 Очень активно Объекты Минпроторга В частности, здесь идет Министерство промышленности и торговли Да-да-да Здесь, значит, речь идет об объектах Федерального управления по безопасности хранения и уничтожения химоружия То есть мы работаем Вот на всех объектах работали Когда они не функционировали Вы знаете, что сейчас они Все уже уничтожение произошло Но сейчас ничего там не остановилось Идет так называемый процесс ликвидации последствий Мы имеем в виду Мородыкова Да, Мородыкова Но не Мородыкова Где находится территория наша Да-да-да Вот у нас и Камбарка здесь, и Кизне Но в Мородыкова ваши специалисты работают Да, это как бы филиалы специалисты Да, работали на объектах И продолжаем работать на Сахалин-1, на Сахалин-2 Вот где у нас СПГшные два завода Филиал работает на объектах энергетиков Т-плюс Очень серьезно уже плотно работаем Ну, лет 8 А можно пояснить, что конкретно? Что вы реализуете при вашем непосредственном участии? Значит, вот то, что касается... Было понятно Да, я вот потом немножко хотел дальше сказать Ну, давайте, сейчас раз такой вопрос поступил Значит, мы чем занимаемся? Мы занимаемся диагностированием, экспертизой промышленной безопасности Сосудов, работающих под давлением Вот, если брать вопросов энергетики... Выдержат ли они... Да, да, то есть мы продлеваем... То, что давление, на которое они рассчитаны Да, конечно, да Ну, тут специальная, конечно, инструментальная диагностика И в том числе... Да, я потом расскажу об этом более подробно То есть мы работаем сосуды под давлением, трубопроводы технологические, трубопроводы пара, котлы, газовое оборудование, горелки, сети газовые Вот примерно в таком ключе Работаем на объекте, на объектах КТК Вот, в принципе, мы в этом году, в 2018-м, на Кировских тепловых сетях и Кирово-Чепецка сделали в полном объеме экспертизу всех теплотрасс Ну, которые у них подлежат определенный участок О, вы та организация, которая, знаете, точный процент изношенности наверняка Да, 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 как никто Просто этот процент, он часто разнится Кто-то говорит, там, под 90%, кто-то говорит, что под 60%, но вы знаете всю правду Изношенности, так сказать, вот раз и прокомментировать, тем более Да Да, вот мы работали как раз в этом году на теплотрассах Сыктывкаре, наших коллег, да Что могу сказать, и посмотрели там теплосети, и сравнили с нашими Вот когда у нас тут все говорят, что вот у нас тут совсем все плохо Хотя я хочу сказать, действительно, вот там никто не вкладывал, ну, лет 20 в них То есть даже в тепловую камеру спускаться опасно, действительно, там в страшнейшем ветком состоянии Если взять состояние наших сетей, что, действительно, перекладка сетей идет в достаточно большом масштабе каждый год Вот особенно более-менее приличные сети в Кирово-Чепецке Вот так они в таком хорошем состоянии Понятно, что проблем много, немного участков действительно в таком в аварийном и предаварийном состоянии Но если брать вот в сравнении, а все в сравнении позвонить, сравнить наших северных соседей То, конечно, мы наголову выше по состоянию теплового хозяйства, вот именно тепловых сетей И, конечно, сейчас те вопросы, которые там они принимают и по концессии, и по всем остальным прочим Я думаю, конечно, позволят, ну, более серьезно инвестировать Но так сетей у нас больше 120 километров Те, которые вы исследуете Да-да-да-да В функционировании которых вы В Кирове, да, вообще, да Но мы определенные проценты сразу же все не подвергаются экспертизе А в определенные промежутки времени Но я хочу сказать, вот на протяжении последних 4-5 лет Очень активно тепловые сети кировские занимаются вопросами диагностирования, экспертизы То есть они готовят сети к дальнейшей реконструкции, перекладку сетей То есть нельзя же проводить То есть подробно изучают, собственно Да, изучаем техническое состояние, выдаем заключения На основании этих заключений они включают эти участки на ремонт, на перекладку и так далее То есть финансирование под них запрашивают Но техническим основанием для этой работы является вот наше заключение Ваше, собственно, изыскание Да-да-да Очень подробная и кропотливая деятельность, безусловно Так, короче, это у нас здесь такие партнеры Работаем, вот мы уже говорили с вами на объектах Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружей То есть вот мы, Марадыков, работаем, ну или работают лет 8 уже Практически всю экспертизу ямкостного оборудования, технологических трубопроводов, грузоподъемных механизмов, котлов, газового хозяйства Вот на протяжении этих 8 лет, я имею в виду техническое устройство, которое применяется на опасных объектах, мы именно филиалом все время за эти 8 лет делали И продолжаем работать там И вот я говорил, что у них вроде бы произошло уничтожение химоружия, но сейчас у них такой процесс, так называемый, ликвидации последствий деятельности Они уничтожают уже, есть специальные печи обжига, они там обжигают то оборудование, которое применялось при уничтожении Режут трубопроводы, в этих печках их обжигают, ну и потом, естественно, задают металлом Но это достаточно длительный процесс, это оборудование, я думаю, они ликвидируют последствия деятельности, будут лет 5 еще То есть вроде бы с одной стороны там все уничтожено, с другой стороны сейчас ликвидируется оборудование, ликвидация Это называется процесс ликвидации последствий деятельности Ну, власти давали гарантию, что и в отдаленной перспективе этот объект не останется без работы Ну, они сейчас там решают, вот из этих 7 объектов, которые есть в федеральном управлении Пока решение по дальнейшему использованию принято только на одном Это почеп Брянской области, там уже четко ФМБА, вот наша, которая вот у нас по переливанию крови тоже тут пытается доделывать Вот этот объект передан ФМБА А по всем остальным объектам, сейчас решается вопрос, или также их передать Ну, действительно, комплекс производственный мощнейший просто Детство создано, да, и социалка там есть И, ну, это достаточно лакомый кусок, за федеральные американские деньги все это дело сделано Но сейчас решается вопрос, или передать их вот так вот по частям Ну, в каждой какой-то деятельности, да, или кто-то купит предпринимателей Или все-таки всем комплексам 6 оставшихся объектов передать Ну, вот сейчас рассматривается основной вопрос, это в Росрау Есть такая организация в Газпроме, которая занимается хранением и уничтожением радиоактивных отходов Как бы вопрос он еще не решен, ну, я думаю, правительственном уровне решается Это компетенция уже не наша, но вот, по крайней мере, объекты пока там никто не остановил Все там есть люди, персонал, вот занимается ликвидацией последствий деятельности Так, очень интересно, да Значит, работаем мы филиалом еще и Сыктывкария, я говорил, да Это Сыктывкарский лесопромышленный комбинат Монди Вот бумага-снегурочка, это все, это Монди Это австрийцы, у нас с ними рамочный договор уже в течение пяти лет Соответственно, в рамках этого рамочного договора мы работаем Ну, я вот хочу сказать, подход очень своеобразный у иностранных промышленников Более щепетильный какой-то, нет? Вы знаете, более такой взвешенный Вот мы сейчас ударились вот в эти все торги, конкурсы, за которыми один критерий Цена Цена? Цена, все 44-й фаза Уровень, да, профессионализма, никого не колышит Вот, назвал цену 3 копейки, значит, за 3 копейки Но никто не думает, что за 3 копейки, ну, такая работа будет за 3 копейки Вот, когда мы заходили на Монди 5 лет назад Ну, во-первых, нас сначала две видеоконференции провели Потом пригласили туда Знакомились очень подробно Потом пригласили и пригласили, сначала провели по всем цехам, которые они там бы видели Потом собрали совещание большое, ну, нас было двое, их, наверное, человек 40 там, допустим Ну, и нас вот так с пристрателем поспрашали Потом подумали, сказали, да, ребята, вы нам подходите Заключили с нами рамочный договор Конкуренция-то большая была, простите Много было желающих посотрудничать Желающих, да, со встречами Ну, у них там и работали люди Но я вот могу привести просто пример у вас для такого предприятия Мы работаем в период полной остановки Вот раз в год он становится на 9 дней Вот, когда он останавливается Субподрядчиков приезжает работать на эти 9 дней 2,5 тысячи человек О, ничего себе, огромное просто количество Да, люди приезжают на этот ремонт И существует так называемое, это предприятие непрерывного цикла Плановый предупредительный ремонт Они там, ну, раз в месяц, может быть, раз в два месяца То есть мы же не можем работать на оборудование, которое в работе То есть его для нас останавливают, охлаждают Вот, и, конечно, у них работало достаточно большое количество экспертных организаций Вот когда мы заходили 5 лет назад, ну, где-то больше 20 было Уже работало, пытались зайти поработать и так далее и так подобное И вот сейчас, у меня главный инженер буквально на прошлой неделе там приехал в совещание в пятницу Вот они хотят оставить две организации у себя Вот, могу вот это сказать Промтик безопасности Промтик безопасности в середине есть? Есть Хорошо Да, ЦКТИ, это Центральный Котлотурбинный институт имени Ползунова, Питерский Вот примерно вот Это тоже профильное учреждение такое Да, профильное учреждение Вот, мы работаем там достаточно успешно, я говорю, уже не первый год Объемы у нас есть определенные, там, ну, серьезные объемы И это долгосрочное сотрудничество, да, с австрийцами? Да, мы ежегодно этот продлеваем Рамочный договор, ну, там, в зависимости от тех работ, которые мы делаем Подписываем дополнительные соглашения, они нам выдают заказы Ну, работаем на постоянной основе, даже уже планируем, может быть, там, держать своего одного-двух представителей Просто, ну, не наездишься вот так вот Проще и выгоднее на месте, да Работаем с Кировгазпром газораспределительной, нашей основной газораспределительной организацией С заводом 1 мая Кировским машиностроительным предприятием, вот, который у нас завод недавно построили, да, на его объекты Оборонное предприятие, да Оборонное предприятие, еще раз напомню, да Да, и Горьковская железная дорога в лице ее дирекции, дирекция по ремонту путей, дирекция по ремонту вагонов, дирекция тепловодоснабжения и так далее То есть, вот, примерно, мы работаем, так сказать, на предприятиях, которые эксплуатируют опасные производственные Вот такие Если сейчас окинуть взглядом, Сергей Алексеевич, вот, 20 лет, да, прошедшие, какие основные моменты, какие основные заслуги себе, своей команде вы можете причислить? Ну, вот, давайте так, разделим тоже, вот, по всей организации, я скажу, да, и по филиалу Давайте Значит, по всей организации, я вам говорил, что 18 филиалов у нас уже создано 27 марта 98 года Вот в этом году 20 лет, мы отметили все дружно, да И филиал создан 18 лет назад, 23 ноября, то есть, вот, совсем недавно Была, да, годовщина Да, годовщина, да, очередная Ну, по нашей, так сказать, вот, где мы себя позиционируем Если взять по объему выполненных работ, у нас есть такой сайт, NetZone.info, профессиональный, да Ну, может быть, там не совсем официально, но, по крайней мере, считает количество проведенных экспертиз Вообще, ну, вот, мы в 15 самых крупных организаций экспертных по России входим, 15 А их около двух тысяч Ну, показательно, да, занять такую строчку А если взять чисто экспертные организации, не кооптивные, а именно вот рыночные, то я могу с уверенностью сказать в тройку Вот чисто рыночных организаций, которые, так сказать, никаким образом не связаны там с нашими монстрами, Газпромами, Роснефтями и так далее и тому подобное Значит, что вот на рынке работают, да, это вот где-то в троечку, мы так спокойно, по количеству экспертиз Впечатляет, да По объему реализации наших услуг, вот, так вот находимся Ну, а по филиальной сети, вот мы говорили, что 18 филиалов, ну, столько филиалов имеет только еще одна экспертная организация в России Это есть такая ВОО «Безопасность», но это, она работает на объектах атомной промышленности А, то есть, у нее более узкая специфика у нее Более узкая, да Гражданских нет вообще Ну, еще есть одна организация, где есть филиалы, но их до десятка Это Питерский городской экспертный центр Ну, вот, пожалуй, мы вот тут в тройке-то железно Ну, вы озвучили, да, своих непосредственных, да, конкурентов, так скажем Да Но работы, я так думаю, всем хватает, в любом случае Ну, я бы не сказал, что там у нас какое-то отсутствие работы Работа есть Все при работе, да Работа, да Так, если сосредоточиться сейчас как раз на Кировском филиале Да, да, значит, ну, вот что Мы начинали в свое время, 18 лет назад С экспертизы, так называемой, бумажной То есть, экспертизы готовности предприятий к лицензированию Да, ну, вот, занимались, вот, сидели на этой Предприятия какого рода? Только предприятия, которые эксплуатируют опасные объекты Да, вот то, что мы с вами, грузоподъемные механизмы Грубопроводы, сосуды Где есть великий риск Да, да, да Где есть Что это навредит людям, да Вот, но потихонечку мы освоили экспертизу технических устройств Экспертизу зданий, сооружений Вот, ну, на сегодняшний день я могу так сказать уверенно уже Что, действительно, у нас есть результаты Вот сегодня я вам рассказывал, что мы работали, допустим, там сейчас на объектах Вот этого, селожного бумажного комбината МОНДИ Да, да Вот мы сейчас сделали, да Мы сейчас сделали у них полностью экспертизу станционного котла Ну, это очень серьезная, большая работа Вот раньше у них делал, я вам говорил, центральный турбинный институт питерский А вот мы сейчас своими силами сделали Есть и люди Да, есть люди, есть оборудование Квалификация, подходящие приборы, все у вас в наличии, да Вот, поэтому вот и нас, вот я хочу сказать, что это 18-й год Мы уже от каких-то там маленьких объемов, объектиков Вот, мы уже стали делать серьезную работу, которую делают отраслевые институты Так скажем Вот, в результате чего этого, да Потому что, да, действительно, у нас есть приборная база и персонал Ну, по приборной базе могу так два примера привести Да, что это такое приборная база? У нас есть, допустим, ну, не будем рассказывать, вся какая приборная база А есть у нас два таких знаковых прибора Есть акустическо-эмиссионный комплекс АЛАЙН, так называемый Да, который позволяет проводить пневматические испытания сосудов со средой Ну, и получать достаточно достоверную информацию о состоянии этого сосуда То есть, насколько он прочен, да? Насколько он... Вопрос прочности, да, напряженности, прочности будущих Вот такой АЛАЙН, ну, если так взять по нынешним временам этот прибор Вот люди, которые разрабатывали этот прибор на Триюнис, да Все разработчики еще при советском времени были удостоены государственной премии, да Настолько важно Да, прибор этот строит, ну, как очень хороший иномарк, скажем так, да Вот что такое этот... Ну, и на нем еще надо уметь работать Ну, конечно Там серьезная база программная, да Ну, вот мы работаем И вот мы, когда заходили на Монди, в Сыртукар Основным, будем говорить, козырем нашим было наличие у нас этого комплекса Вот этого оборудования Акусты премиссионного комплекса Почему? Потому что они раньше все с Питера там приезжали Ну, ценовая политика другая, естественно, у них питерцев Вот, но когда мы сказали, что да, у нас есть комплекс Мы показали, как он работает, что мы, да, его освоили Вот они... В вашу пользу это уже был аргумент Да, потом, как мы заходили на Кировскую теплосложающую компанию Мы заходили тоже из-за прибора Вот мы в процедуре конкурса Сейчас все, мы победили, потому что у нас есть прибор Каскад, так называемый, это акустический томограф То есть мы проводим экспертизу тепловых сетей Трубы и железные, да, без скрытия То есть не роем шурфов, ничего Непосредственно, с поверхности земли Мы в камеру ставим дозавщики определенные, да, в камеру тепловую И, соответственно, нагружаем этот участок тепловых сетей Ну, и акустикой слушаем, где возможны... Ну, собственно, наиболее состояние металлопарм Где возможны, да, да, да Вот как бы вот этот прибор, да То есть купили прибор тоже очень дорогой Я уже боюсь спросить точную сумму Но я говорю, приобретение этих компонентов Серьезные очень, на марку, да, не один миллион рублей они стоят Вот, но это деньги мы, во-первых, нам Никитю подарил Мы их, во-первых, заработали сами здесь в филиале Соответственно, филиал, персонал подготовили для того, чтобы он работал Ну, и вот такой еще пример, про персонал проведу, чтобы так, чтобы понимали Вот, значит, на сегодняшний день у нас в 15-м году Правительство Российской Федерации сформулирует требования К аттестации экспертов в области промышленной безопасности, да Вот цифры такие назовут 96 областей аттестации по трем категориям экспертов Первый, второй, третий Значит, всего 288 областей аттестации экспертов вообще То есть, по промышленной безопасности, да Ну, так вот, хочу сказать Этих экспертов готовят Ну, чтобы Аттестовать эксперта первой категории Допустим, на объекте химии, нефтехимии Объектов Котланд-адзора Только на подготовку эксперта Надо заплатить, ну, от 500 до 800 тысяч рублей О, какие ценные кадры Вот, так вот, я могу вот так сказать Вот на сегодняшний день у меня в филиале только На двоих экспертов 13 удостоверений Если даже взять все экспертные организации по области То есть, у меня в филиале будет больше, чем все вместе Это золотые люди, которыми надо дорожить И всячески их оберегать Золотые молодые мальчики, да Поколение Япи Которые действительно Ну, я, конечно, их там не учил за деньги все В основном, да Перехвалите сейчас Нет, в основном они, да Самоподготовкой занимаются Сами готовятся Ну, сами, конечно, на первый сразу не сдают Ну, вот На третий квалификационный уровень сдают сами То есть, вот эти удостоверения сами получили А сколько всего человек у вас в филиале? У меня в филиале здесь 12 человек Вместе со мной Такая дружная, сплоченная команда Да, и могу сказать даже больше По возрасту вся молодежь Ну, все, кроме меня, моложе 35 лет Ох, молодые, что называется Амбициозные и очень В основном берем парни Перспективные Да, с магистратуры, с политеха В основном теплотехников Потому что мы немножко тут в этих В котловых делах обретаемся Ну, и я хочу сказать, что действительно Молодежь готова работать Хотят работать Умеет работать Вот Нельзя говорить о них действительно За ними будущее В общем, вы довольны В такой приборной базе, конечно Там уже нельзя работать на уровне таком Две минуты остается у нас Если поговорить о планах О перспективах Возможно появление новых Сфер деятельности Направлений у компании Промтехбезопасности Если говорить о новых направлениях Куда мы собираемся двигаться Планов, конечно, задумок Достаточно много Но Вот на сегодняшний день То, что мы пытаемся реализовать Мы сейчас хотим освоить тему Которая связана С сертификацией И декларированием Объектов Технических устройств Применяемых на опасных Производственных объектах По Таможенному регламенту Регламенту таможенного Союза Безопасности машин И оборудования Да То есть мы сейчас хотим Выполнять работы в комплексе То есть если заходить на предприятие Не только делать Экспертизу То есть мы сейчас Вот допустим По том же Кировской теплосложной компании Мы делаем Экспертизу технических устройств Экспертиза проекта Где они проект делают На техперевооружение На перекладку Этого конкретного участка Но если не переложили Им еще нужен Или декларация Или сертификат В рамках Таможенного регламента Чтобы соответствовать Этому документу То есть мы хотим быть Вот как Вот одно окно То есть Вот пришло к нам предприятие Говорит ребята Вот нам надо Вводим такой Пожалуйста Вот мы вас Декларацию Вот мы вам сертификат Вот мы вам Экспертизу Промышленной безопасности Вот вам Техническое свидетельствование И вот вам Экспертиза проекта Все работаете Да Вот в этом направлении Вот если коротко Да Коротко Потому что время у нас ограничено Да Безусловно Ну и давайте завершим Поздравлениями Может быть от вас Как руководителя В адрес своих коллег С этой круглой датой Хотел бы поздравить И коллег своих И радиослушателей Да С наступающим Новым годом Потому что не за горами уже Время летит Конечно Пожелать успеха всем Добра Здоровья Ну и будем надеяться Что это не последняя Наша с вами встреча Да Я тоже надеюсь И еще раз напоминаю Что это Сергей Кобычев Директор Кировского филиала Инженерного консалтингового центра Промтехбезопасность Находится наш филиал В городе Кирове На улице Чапаева 11 Продолжайте Можно где ознакомиться С вашей работой Это сайт безусловно В интернете Есть телефон Телефончик 57 85 08 Спасибо На этом завершаем наш разговор Всего доброго До свидания Полезный город